Итак, здорово, Ютуб, с вами Арти, и у нас на канале будет новая рубрика. Да-да, вы не ослышались. Раньше я постоянно делал разборы патчей, но было слишком уж много воды. Отклик от сообщества был хороший, но обзоры смотрели все меньше и меньше людей, поэтому я прекратил их снимать. Но с каждым разом все чаще и чаще на стримах и в комментариях меня просили и стали спрашивать, а когда же я начну делать эти самые обзоры, когда они появятся снова на канале. Ну и я решил сделать что-то более удобное для вас. Итак, новая рубрика. Называется она «Экспресс-обзор». В данной рубрике мы будем обозревать патчи, новости, дополнения, какие-то слухи, либо еще что-то, как в Смайте, так и в Паладинах, как, возможно, и в других проектах тоже. Ну, суть рубрики, соответственно, чтобы донести информацию до сообщества максимально быстро и без воды. То есть, вот все, что я выше сказал, это вода, мы ее исключим и быстро по некоторым аспектам патча пройдемся. Сразу должны понимать по некоторым, то есть я возьму то, что посчитаю я интересным и вам расскажу. А все остальное вы сможете прочитать в нашей группе vk.com.smite всю актуальную информацию, полные списки изменений и так далее. Ну, а у нас, собственно, новый патч, поэтому давайте его смотреть. Итак, новый патч будет называться «Корелева подземного мира». Патч установят уже 20 августа, в котором нас уже будет ждать новая богиня Персифона и главная награда битвы за Олимп скин на Кугулькана. Помимо устранения множества ошибок, 23 августа начнется событие сообщества и продлится оно до 1 октября. Это событие будет полностью бесплатным для всех игроков. На экране события вы увидите две шкалы прогресса с наградами, зеленую и голубую. Голубая шкала – это шкала сообщества, то есть ее уровень повышается, когда сообщество играет в смайт. Зеленая шкала – ваша личная, ее уровень растет, когда играете именно вы. Вы можете разблокировать только уровни, активированные сообществом. Главной наградой сообщества станет облик Артио Дух Покровитель, который победил в голосовании за облик от сообщества этого года. Итак, из интересных изменений в патче. Рядом с кнопкой «Играть еще раз» в послематчевом лобби теперь отображается таймер следующей очереди. По-моему, это очень круто и удобно. Небольшой апп Арандайта, у которого увеличили физическую силу с 55 до 65 единиц. Нерв, разящего без промаха, у которого понизили шанс критического удара с 25% до 20%. Также нерв Придвиной Шлема Династии. Получили свой апп и такие предметы, как Демоническая Охватка, Кольцо Тельхивинов и Кольцо Шамана. То есть, блин, прошлись по новым предметам, естественно, кое-что подправили. Новые кольца – это очень круто. Новые кольца, ну в смысле старые кольца, но с увеличенными допами. Это очень круто, на экране сейчас должны видеть. Небольшой апп Анубиса. Ему повысили здоровье с 350 единиц до 380. И у Цепких Рук, его способности, стоимость снижена. То есть, стоимость маны снижена с 70 до 60. Ну и так далее по уровням, так же увидите на экране. А время перезарядки у него так же снижено на 1 секунду. Это очень много, на самом деле. Это очень много и очень сильно для Анубиса. Также, естественно, наконец-то уже понерфили Арахну. То есть, у него базовое исцеление за дик снизили. Это очень хорошо. И замедление от сети с 25% до 15%. 10% замедления убрали, это очень хорошо. А Херона? Херона у нас увеличили. Базовую скорость атаки у него увеличили за уровень. С 1,1 до 1,4. Также у Мастерского выстрела повысили замедление. С 25% до 35% на максимальном уровне. На 10% хороший такой, хороший Абхерона. Небольшой нерв Хроноса. То есть, у него начальная скорость передвижения снижена с 25% до 15%. Ну как небольшой. Ему больше ничего не поменяли, но 10% ускорения сняли. Но это очень жестко. Повысили урон у Геры на Полиморфе. Ну, немножко так, на несколько низ, но повысили. И у Исиды поглощение снизили с 25% до 20% на всех уровнях у ульты. Нормально, нормально, грамотно так и должно быть. Янусу у Нистового вихря уменьшили перезарядку с 10% до 9%. По Йорманганду исправили некоторые ошибки и уменьшили скалирование урона с 50% до 45% на поглощение яда. Это нормально, нормально. То есть, там и урон затик снизили. Наконец-то, нормально, Змей уже всех достал, мне кажется, и поэтому это очень круто. Ну и последнее у нас у Аларуна базовое здоровье повысили с 400 до 450 единиц. И у Направленного Света увеличили урон с 260 до 280 единиц на максимальном уровне. Ну и, собственно, это все. Вот такой вот у нас экспресс-обзор был патча в Смайте. Я надеюсь, вы его все ждете. Новый бог, новый крутой скин Кукулькана. То есть, все это будет круто. Мы это все обязательно посмотрим на стримах, скорее всего, либо еще выйдут ролики. Если вам такая рубрика подходит, вам нравится и интересно меня слушать, давайте вы поставите лайк под этим роликом и напишите что-то в комментариях обязательно. Ну а если рубрика не зашла, то ставь дизлайк, собственно. Ну и все, собственно. Всем спасибо и всем пока, кто смотрел. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!